3 января 2019 года китайский зонд Чэнь-Э-4 совершил посадку в кратере Фон Карман, который находится внутри бассейна Южный полюс, Эйткин. Этот аппарат стал первым успешно севшим на обратной стороне Луны. На его борту находился луноход Юйту-2, который исследовал несколько образцов грунта при помощи отраженного света. Китайская программа зондирования Луны Чэнь-Э включает в себя три этапа. Облет вокруг спутника Земли, посадка на Луну и возвращение образцов с ее поверхности на Землю. Первые две фазы уже успешно реализованы. Но миссия продолжается и, похоже, очень даже неплохо, поскольку уже представлены результаты первичного анализа проб, собранных луноходом. Аппарату удалось обнаружить бедные кальцием, но богатые железом минералы, такие как пироксены и оливины. Эти соединения с высокой плотностью являются составной частью мантии Луны, в то время как ее кора состоит из более легких минералов из класса плагиоклазов. Плагиоклазы — это группа минералов из аморфного ряда альбит. А это разительно отличается от состава образцов, которые были обнаружены ранее. Дело в том, что размер Луны достаточно велик, что позволило слагающему ее веществу на ранних этапах формирования, когда она представляла жидкий океан расплавленных пород, разделиться на более плотное ядро, легкую кору и мантию промежуточных свойств. В то же время Луна достаточно мала и поэтому быстро остыла и затвердела в исходном виде, что исключило возможность появления активной тектоники, как например на Земле. Благодаря этому ее внутренности представляет исключительный интерес для науки, так как их изучение может помочь прояснить эволюцию внутренностей тел планетарных размеров. Тем не менее, 60 лет исследования Луны позволили детально изучить лишь ее кору, в то время как мантия, которая должна содержать больше тяжелых элементов, таких как железо и марганец, остается недоступной для прямых исследований. На данный момент нам не были известны составы, формирующие ее пород. Но потенциально падение метеоритов, породивших наиболее крупные кратеры, может пробить кору и привести к появлению вещества мантия на поверхности Луны. Самым крупным и старым ударным кратером на Луне является расположенный на обратной стороне как раз тот самый бассейн Южный полюс Эйтке, размер которого превышает 2000 километров, а глубина составляет около 8 километров. Из последней находки на этом месте лунохода Юйту-2 показали, что данные породы изначально входили в состав верхней мантии Луны, но были выброшены на поверхность ударным событием, в результате которого и появился бассейн Южный полюс Эйтке. Затем это вещество могло еще раз быть перераспределено при формировании 70 километрового кратера Финсен, который граничит с фон кармана. Мы будем и дальше следить за всем происходящим в группе ВК и на канале Телеграм, ссылки в описании. И кто знает, возможно мы найдем что-то действительно любопытное, возможно даже деревню Лунтика. Ну а пока ученый собирается изучить также образцы относительно крупных камней, что позволит прийти к более уверенным выводам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова